Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава КИТИЦЕ, когда выйдешь на войну, рассказывается, вообще она очень обширная, рассказывается очень много разных заповедей, но очень важно, о котором мы должны отметить, что я, кстати, забыл это сказать в предыдущем уроке, мы говорили о том, что есть, когда выходишь ты на войну, то есть некоторые люди, которые могут быть освобождены от войны, и в результате, там, в конечном итоге мы говорили, что любой, кто боится, он освобожден от войны. Так вот, я забыл сказать, что есть два вида войны. Есть война, которая называется именно война заповеди, это война, когда там, ну вот именно войны, которые были в ход в землю Израиля, завоевание земли Израиля, да, особые войны, и это также, если там царь захочет укрепить государство, он может завоевать ближайшие государства для того, чтобы была безопасность, это вот как раз такая война, о которой могут быть разные отсрочки, разные люди могут выйти. Но, если, не дай бог, начинается война с серьезным противником, и это чревато угрозой для всего Израиля, выходят все под ружье, как мы говорим, то есть это как раз мы сейчас говорим о войне, заповеданной войне, о том, что мы говорим, вот нам надо завоевать землю Израиля, там, и так далее. Итак, мы начинаем говорить об этом, и вот такой воин, да, кто ходил на эти войны, вы понимаете, да, ходили очень праведные люди, объясняя Тора, рассказывает, что ходили не просто люди праведные, а пишется, что почему люди боялись. Люди боялись, на самом деле, как помните, и то, что мы говорили, почему люди боялись, как пишется, что боятся своих грехов, да, то есть боятся люди своих грехов, и поэтому, когда человек думал, что он немножко грешен, или ему есть за что бояться, потому что во время войны, так, Всевышний строго спрашивает за свои проступки, и поэтому, чтобы этих проступков не было, как бы люди взвешивают все свое поведение еще раз, и боятся, чтобы, не дай бог, там было что-то плохое. Так пишется, кстати, Медраж говорит, что одна из вещей, которые, эти люди, которые выходили на войну, они следили за каждой деталью, за каждой мелочью своих заповедей, то есть это были очень праведные люди. И вдруг, представьте себе, такие праведные люди, да, заходят в войну, побеждают, и они такие разгоряченные, мы будем объяснять, почему это так в материальном плане, они видят красивую женщину, она им разрешена один раз, то есть от того, что они вдруг не устоят, вот, и потом они ее могли привезти домой, и должны были сделать так, чтобы она стала неприязной в их глазах, там некоторая процедура была, это сбивали волосы, там, ногти, там, отращивала, там, оплакивала родителей, и она стояла у него постоянно дома, он не ходил на нее, натыкался, и если после этого он все равно был готов ее взять, тогда она ему разрешалась, она делала гьюр, понятно, она ему разрешалась, и она становилась его женой. И очень страшная мораль всего этого, как бы, мы знаем, что Тора, она, в общем, такая книжка, которая требует, там, скромности от мужчин, и каждого, там, не смотреть на запретных женщин, и всего, то есть, а тут праведные люди вошли, и вдруг не устояли, и такое происходит, что-то кажется для нас очень странным, на первый взгляд, как Тора вообще такое могу разрешить ее. И дальше Тора продолжает, кстати, очень интересная вещь, что если у человека будет две жены, одна любимая, одна нелюбимая, так говорит Раша, что, скорее всего, что он ее возненавидит в результате, потом, а потом, если у него родится страшный, там, сын, кстати, такой истории не было в еврейском народе, поэтому я все-таки думаю, что и не случались и другие вещи, да, вот, и, то есть, у тебя будут плохие последствия. Итак, наш вопрос элементарный, на который отвечает Тора, очень глубоко отвечает, она говорит, что есть такое правило в Торе, что Тора не заповедует человеку то, что он не в состоянии выполнить, то есть, изначально все законы Торы рассчитаны на каждого из евреев, то есть, есть евреи, которые их не выполняют, но это не значит, что они не могут, то есть, нет понятия, что Тора дает законы, которые выше нашей возможности. Кстати, очень интересная вещь на эту тему, раз мы уже коснулись темы разных соблазнов, когда дается 10 заповедей, то сам Раша, комментатор, спрашивает, как Тора может дать заповедь непривыбодействуя, ведь это как бы выше наших возможностей, на первый взгляд. И на это Тора отвечает, говорит, Раша отвечает на это, говорит, что если человек будет беречь свои глаза и свои мысли, тогда он устоит от такого соблазна, и тогда он будет праведным человеком. Но если он не будет беречь свои глаза и свои мысли, тогда результат мы знаем, какой и к чему мы приходим, мы это понимаем прекрасно. Вот, и поэтому Тора не могла бы дать ни одну заповедь, которую, в принципе, человек не в состоянии соблюдать. А тут, говорит Тора, что когда евреи, это заповедь, воевать, он заходит, и вы представьте себе вообще понимание того времени. В то время женщина вообще не считалась чем-то серьезным, то есть как бы она не считалась чуть ли не человеком. То есть это был товар, к сожалению. То есть это был товар, и если прекрасно не понимали, что если идет война, то победитель, он хозяин женщин. То есть он хозяин женщин, если женщина красивая, то она может попасть даже там к царю, а если она там просто симпатичная, ее возьмет в лучшем случае какой-то там военачальник, а если она некрасивая или там не понравилась, то есть или не обратила на себя внимания, она или отправится в публичный дом, или еще в другие вещи. Хотя понятно, что евреи этого не делали, но тем не менее, как бы прекрасно женщины в тот момент понимали, что когда кто бы не пришел с войны, то нужно обязательно его встретить так, чтобы ты ему понравилась, иначе твоя судьба очень плачевна. И понятно, что женщины наряжались, и тем более это были те женщины, которые, моавитяны, и те народы, развратные народы, которые знали, как соблазнять. Помню, как в фильме «Не виновата, он сам пришел», да? То есть как бы они прекрасно понимали, как собращать, они были профессионалы в этом. И поэтому представьте себе такая сцена, что ты приходишь, открываешь шатер, там сидит женщина и говорит «Не виновата я», он сам пришел, как в том же фильме, да? И она на тебя набрасывается, обнаженная, там с другими всякими, как объясняет Алмуд, премудростями этого типа, и она на тебя как можно устоять. И вот не то, что как можно устоять, понятно, праведные люди могут и против этого устоять. Но если кто-то не сможет устоять, это выше его сил, то он в этом как бы не виноват на первый взгляд, да? То есть потому что он не смог устоять, потому что Тора не заповедует изначально того, что он не может. И поэтому Тора, понимая, что может возникнуть такой инцидент, она делает тебе эту запрещенную вещь разрешенной. То есть она разрешает тебе при определенных условиях. И как мы знаем, запретный плод сладок, так и вещь разрешенная, она не так хочется. Во-первых, Тора тебе четко дает понять, что тебе ждет впоследствии, если ты сделаешь это то, что ты сделаешь. Это на первый раз. То есть ты понимаешь, что ты ее возненавидишь, ты понимаешь, чем это закончится. И поэтому Тора тебе разрешает. То есть она тебя предупреждает, то есть разрешает. То есть очень важный принцип в Торе, который говорит, что все заповеди, которые нам даны, они рассчитаны на любого из евреев. А вот эта вот вещь не на любого из евреев. Даже если какой-то процент евреев не сможет устоять, то значит невозможно, что Тора это заповедовал. И поэтому Тора делает вот такое страшное исключение, на наш взгляд, на взгляд облика морали, как говорится, что это немножко не морально. Тем более, что мы знаем, как относится Тора сама к подобным вещам, связям с запретными или связям, как и Юры тяжело проходить. А тут ты просто так берешь и просто так женщину, которая была, может, чьей-то женой или еще что-то. Все, то есть нормальная история. Представьте себе, идет война в Израиле, и как бы сын приходит и говорит, мама, смотри, кого я тебя привел. Это Фатима. Да, то есть она красивая, я буду с ней жить. Ну, слушайте, реакцию нормальной мамы мы представляем. Помните, как в том анекдоте, когда говорит, что парень звонит родителям и говорит, мама, я нашел девушку, у нее есть проблема. Она говорит, какая проблема? Говорит, что она намного старше меня. Он говорит, ничего страшного. Говорит, а мама, есть еще одна проблема, она не еврейка. Ой, это совсем страшно. Вот, ну ничего, он вышел, уже делает, ты уже нашел. Говорит, мама, она там, начинает перечислять. Он говорит, ну ничего страшного. Он говорит, мы будем, у нее нет квартиры, мы будем жить у вас. Ну, не проблема. ты будешь жить в нашей комнате с женой а папа пойдет соседнюю говорит мама где ты будешь мы не волнуйся я сейчас повешу трубку и умру да то есть и тоже как бы здесь мы видим что действительно что привел такую такую фатиму или еще кого-то и то есть ну слава богу что мы понимаем что это вещь которые не обычная да и мы должны понять потому что мы говорим о праведных людях теперь праведные люди которые выходят то что они могут они точно должны были бы устоять и понятно что здесь без внутренней туры мы не разберемся то есть внутренне туры объясняет что выход на войну да то есть выход на войну это выход против своего злого начала то есть человека который выходит против своего начала, он понимает, что он сталкивается с определенной проблемой, с определенными трудностями, поэтому он должен понимать и не бояться, он должен знать, что нужно выйти, то есть потому что начинает говорить тот-то там построил дом, тот-то еще не пожил, то есть это рара тебе говорит, вот сейчас ты будешь более святым, и у тебя будут более большие проблемы. Проблемы в доме, проблемы на работе, и проблемы вообще, устоишь ты или не устоишь, и поэтому как бы вот такой вот разворот идет, Но мы хотим коснуться, что Тора говорит именно о женщине Ишат Тор, Ифат Тор. То есть именно не красавица, а именно Тор это как-то внутренняя красота. Мы видим несколько моментов, которые говорят о Тор и говорят именно о совсем другой красоте. И очень интересная вещь, которая объясняет наши мудрецы, что Всевышний дал определенные души в теване евреев. И это люди, которые потом впоследствии должны принять геюр, и поэтому пишется герши мид гаэр, а не гойши мид гаэр. И мы знаем очень много историй, когда наши праведные люди женились на различных женщинах, которые в прошлом даже были гулящими, скажем, известная история, что Рахав, которая была одна из красивейших жен, она занималась до этого проституцией. И тем не менее она стала одной из жен Ишуа Бенуна. И не просто так, потому что есть такая вещь, которая в Торе пишется, что все по-настоящему прекрасное, даже если у него была нехорошая история, она создана для того, чтобы мы подняли это к святости. И к святости может поднять только праведник, такой человек, как Иешуа, или такие люди, как вышли на праведный путь. И которые люди вышли на праведный путь, они видели определенные души, которые понимали, что это души особые. И когда они видели это прекрасие, внутреннее прекрасие, они понимали, что несмотря на то, что сейчас они столкнутся с тяжелой ношей для того, чтобы это привести в еврейский стан, привести к себе домой и поднять это к святости, тем не менее некоторые шли на это, потому что бывали такие люди, которые называются Ишат, Ифатор, то есть у них прекрасие. Именно поэтому нужно было, чтобы человек не перепутал внешнее прекрасие с внутренним прекрасием, потому что, как правило, пишется, если человек красив, то его красота, она не просто красота, она также отплеск красоты душевной. То есть, как правило, то есть это не всегда могут быть красивые люди большими сволочами, но, извините, пожалуйста, но у них есть большой потенциал, и их душа обладает огромнейшим потенциалом. Если у них есть красивое лицо, то есть и потенциал у них очень красивый, так пишется в Кабале, в одном из мест. То есть, и поэтому, когда мы видим что-то прекрасное, которое сотворил Всевышний, что, возможно, оно упало в наш мир не туда, куда нужно, его нужно поднять. Понятно, что, когда мы говорили о Ишуа Аббенуне, то Рахаб, это женщина, которая стала очень праведной женщиной, одной из праведниц нашей, которая пошла на праведный буть и изменила всю свою судьбу, и пишется, что она была одна из красивейших женщин мира, а все, что красивое, как мы сказали, снаружи, скорее всего, что у нее есть потенциал красивый внутри. И поэтому те люди, которые выходили на эту войну, именно праведники, именно праведники как раз могли увидеть Иша Тор, и если это была Иша Тор, это была та женщина, которую нужно было принести. Но мы не говорим только о женщинах, мы говорим также о еврейской душе. То есть, человек, который выходит на войну, он выходит на войну со своим злым началом. Со своим злым началом он должен его победить, и сам выход на войну, кити целями ухома, то есть, значит, ты сразу победишь, ты возьмешь в плен. То есть, кого ты возьмешь в плен, свою церару, и ты выразишь, что прекраснее, то, что ты потерял. То есть, это такой особый язык. И связать это хотел с нашей недельной главой, что наша недельная глава тоже требует особого выхода с месяцем Лулю. Месяцем Лулю требует особого выхода на войну. Что значит на войну? У нас приближается месяц Лулю. Спрашивает Алтаребе очень интересный вопрос. Почему месяц Лулю, пишется, что в месяц Лулю проявляется 13 в качестве милосердия, проявляется такой громаднейший свет, почему тогда это не ем, так не праздник? То есть, по идее, весь этот месяц должен быть праздником. У нас и так много праздников, мы это понимаем. Но, тем не менее, Алтаребе говорит, что по идее светит такой свет, что весь этот месяц должен быть месяцем праздником. И, тем не менее, это обычный рабочий месяц. Обычный самый рабочий месяц, когда мы подготавливаемся к Новому году. То есть, это обычный месяц. И еще одна важная вещь, которая говорится, что сам царь приходит в поле. Вот месяц Лулю, он переводится как решейтывод, первые буквы. То есть, я любимому, любимый мне. То есть, близости евреев, близости Всевышнего. И наши мудрецы говорят, что это месяц, когда царь выходит в поле. Представьте себе, царя, который выходит в поле. То есть, и это аналогия, что Бог приходит к нам. Что же такое поле? Он не приходит к нам в синагогу только. Он не приходит к нам, когда мы в шаббат. То есть, в шаббат особо. Он приходит к нам именно в самые будние наши занятия. То есть, это будние наши занятия именно в поле. Кто находится в поле? В поле находится простой человек, который пашет. То есть, и поэтому он не ждет, пока мы придем в синагогу. Он не приходит в синагогу. То есть, представьте себе, завтра к нам должен был приехать большой раввин. Или завтра к нам, мы знаем, что это должно быть раскрытие Всевышнего. Когда он говорит, вот я буду рядом. Когда ты заходишь, конечно, в шаббат, когда ты в синагоге или еще где-то. Вот тогда ты заходишь в большего раскрытия. Но нет, Бог говорит, я прихожу, царь приходит. Вот именно в поле, именно в место, где занимаются простые люди, всякой большой работой. Именно туда приходит Бог. И так мы, и так объясняем. Это Рэба делает основной упор и говорит, что наша основная работа, не каждый готов к такой работе, не каждый готов выйти на войну. Когда ты выходишь на войну, это ты выходишь из своего дома учения. Идешь заниматься своим шлихутом, своим посланничеством, для чего ты сотворен в мире. Ты ищешь то, ради чего ты сотворен, ты поднимаешь этот мир в твятости. И вот в такой работе, в такой поседневной работе, когда ты занят, вот туда нужно привести Бога. Вот именно туда Бог хочет привести Бога. Есть несколько педгамин, такие фразы, которые говорятся, где находится Бог. Бог туда, туда, где мы его пускаем. Это сказал, по-моему, Арабий Скоттский. А мы, Хаббат добавляет, что Бог, мы должны раскрыть Бога даже туда, куда его не хотим пускать. То есть нужно его раскрыть во всем нашем мире. Что весь этот мир сделан для того, чтобы мы его раскрыли в этом мире. И поэтому эта основная работа, которой мы занимаемся, она происходит именно в поле, именно в материальных вещах. И можно привести тысячу примеров, как она происходит именно в материальных вещах. Но мы должны учесть, что когда Всевышний давал Тору, он давал коленом. Говорил, что было 12 колен. Колено, которое занималось лично изучением Тора, это было колено львитов. Оно было малочислено. Большинство колен еврейских занималось именно материальной работой. Звун и другие колена. Они занимались именно не только изучением Тора, они занимались повседневной жизнью. И мы помним, когда Раби Шиманбарихай вышел из пещеры, и когда он увидел, что кто-то не занимается Торой, их глаза сыном испепелили, и вот это Всевышний сказал, зачем вы вообще вышли, то есть идите любите творение и так далее, и так далее. Мы видим, что основная работа – это работа в поле. Где действительно можно встретить Всевышнего, и где действительно мы можем проявить Всевышнего, именно раскрыть имя, высвысить имя Всевышнего, так это в простом материальном мире. И с этим я хочу рассказать две истории. Первая история – это история, которая была с одним евреем. Рассказывает, что один держал завод, и там решалась судьба завода, и он должен был прийти там, у него там были важные вещи, он встречался с какой-то женщиной на Манхэттене, которая очень богатая, там миллионерша, для того, чтобы решить какой-то вопрос по именно этим делам. И тут он перед встречей, уже когда встреча начиналась, он понимал, что он упускает время Минхи, то есть время молитвы, полуденной молитвы, и если он ее не помолится, то все. А тут он на встрече, вот, и тогда он встал, извинился, говорит, мне нужно помолиться, я очень прошу помолиться, потому что все, она говорит, ну, у меня тоже время там ограничено, поэтому давайте как-то в следующий раз. Он вышел, помолился, и как раз встреча закончилась на том, что он помолился, он ничего никогда не добился, вернулся, как бы, и прошло какое-то время, и она, эта женщина, не выходила с ним на связь, он подумал, что наверняка она там обидела, что он так поступил, и через какое-то время она позвонила и сказала там по поводу встречи, говорит, давайте еще раз встретимся, она встречается, он говорит, вы знаете, с того момента, как вы ушли, прошло несколько месяцев, я не помню, месяцев-то, может, больше, он говорит, я не могу спокойно жить, потому что я все время вы перед глазами, потому что я привыкла жить все время в Рецепт, в таком бизнесе, когда я двигаюсь, 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 и вдруг я вижу какой-то еврей, да, не только еврей, а целый завод, как я знаю, таких евреев, как вы, религиозные, останавливается здесь, потому что он знает, что сейчас он должен предстать перед Всевышним, и он готов потерять даже свой завод ради того, чтобы встать перед Всевышним и помолиться. И, конечно, там это было большое проявление, имени Всевышнего, это было большое восхваление имени Всевышнего. Есть еще одна история с Рэбе, когда Рэбе послал один человек, которого, Рэбе, попросил заниматься там, открывать заводы в Израиле, как чтобы помочь Израилю, вот он открыл заводы в Израиле, потом он начал ездить по Европе, там продавать свои, 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 ну, свои производства, из своего производства, то есть тот материал, который он производил, то есть это одежда или еще что-то, и он выходил на разные ярмарки, понятно, что основные ярмарки работали, ну, то есть элитные ярмарки, элитная одежда, они работали, основные прибыли это суббота-воскресенье, в субботу он не работал, и он как-то пришел к Рэбе, написал Рэбе, позвонил, говорит, что вот я каждый раз пишу на двери, что в субботу магазин со святостью шаббата, в субботу магазин не работает. И перед шаббатом я вешаю эту табличку, весь шаббат она висит, и люди проходят и читают, понимают, что я готов потерять деньги для того, чтобы я соблюдаю шаббат и все остальное. И Рэбе тогда вдруг с секретариата сразу пришел ответ, звонок, секретарь на проводе Рэбе попросил, он говорит, что очень важно, чтобы табличка висела не в тот день, перед шаббатом, а начиная с начала недели, чтобы уже люди знают, что этот магазин не будет работать со святостью субботы. И Хасид понял, что его задача, по которой он находится вообще в другом месте, чтобы люди знали, что есть такое святость субботы для евреев и насколько это важно. Рассказывается о Билл Гейтсе, очень интересная история, что Билл Гейтс один раз летел в самолете с группой бизнесменов, то есть различных, и они говорили, что они могут купить, а Билл Гейтс говорит, со всеми своими деньгами я не могу купить одного еврея. То есть они все удивились, что значит еврея, ваших денег не хватит, чтобы купить одного еврея. Говорят, что значит одного еврея? И он рассказал, что был один еврей, который был очень успешен, он там что-то связан с айтиком, то есть он был известной вещью, и его решили пригласить как лектора. И лекцию, то есть одну из лекций, которую он должен был давать, должно быть устроено Билл Гейтсом, должно было быть в шаббат. То есть там не одна лекция его, а там много лекторов, но он должен быть в этой компании лекторов. И ему позвонили, он говорит, посмотрел по календарю, говорит, извините, я не могу участвовать, потому что это шаббат. Я говорю, ты что не понимаешь, это Билл Гейтс, ты будешь участвовать в самого Билл Гейтса, ты поднимешь свой рейтинг, имя. Он говорит, извините, нет. Сообщили Билл Гейтсу, Билл Гейтс сказали, что значит нет, евреи? Нет, это, наверное, мало денег, он торгуется. И начали там, говорит, предложить ему еще больше денег, еще больше денег, еще больше денег. Предлагали, предлагали, предлагали. Он говорит, нет, в шаббат я не выступлю. И тогда, что они сделали? Они поменяли ради него, поменяли вообще весь этот семинар, они сделали его в другой день. И когда ему предложили в другой день, он сказал, да, но только я готов был поехать за ту сумму, которую мне предлагали первый раз. Ну, первый или второй раз, когда. Вот, за эту сумму я готов был поехать, мне не надо было больше суммы. То есть, я не просил увеличить сумму, и поэтому я готов поехать за ту сумму, которая была изначально названа. Вот. И он поехал за ту сумму, и Билл Гейтс говорит, видите, со всеми своими деньгами я не могу купить шаббат одного еврея. То есть, для него это намного важнее. Насколько этот еврей поднимает к святости именно шаббат. И месяц Эллуля — это месяц раскаяния, когда мы возвращаемся к Богу. То есть, месяц, когда мы задумываемся и пускаем Бога в свой бизнес, в свое время, в свою повседневность. То есть, это очень важно почувствовать, что в этот месяц, то есть, что когда мы заняты именно повседневной работой и подготовкой к праздникам и ко всему, чтобы мы упустили Бога к нам домой, чтобы мы его упустили в этот момент. И это настоящая война, на которую мы выходим для того, чтобы показать, что все в этом мире не для того, чтобы мы получали только сплошное удовольствие, да, не для того, чтобы мы получали только от этого мира, А наоборот, Всевышний посадил наш в этот мир, отправил наш в этот мир, чтобы мы сюда спускали Бога в этот мир. То есть и провозглашали святость Бога в этом мире, и эта святость была настолько важная, настолько отличная, что...